связь какая-то плохая ну тогда отпадает разговор ну слушай вот эта женщина отпадает встреча потому что ничего не получается то у вас нету, то людей нету то связи нету не ладится, надо дождаться когда у вас хорошая связь будет тогда мы выйдем Игнатий, ну вот сейчас разговариваем давай пока сколько успеешь ответишь ну ты каждый раз говорил, что у тебя люди есть и никого нету, ни разу ни одного человека нет как понимать? люди есть, это у меня они приходят домой, у меня бывает ну в основном я сейчас занятия веду в церкви там по 10, по 8 человек вот остаются после службы и я занимаю занятия, веду по блаженному чеку ладу и твои книги тоже разбираю почему ни одного человека нету, ни разу ну как ни разу вот здесь вот женщина, которая вопрос задает она здесь вот хоть одну, хоть одну сейчас, добрый день ну давай, садись по порядку, ну какое связь у тебя что там, компьютер такой? почему так плохо? я тебе говорил, у меня планшет тут место такое, лечо, дом у него как-то вне зиме, не знаю, перерывами ну ладно, говорите, ладно я хочу вас спросить я работаю в парикмахерской в Трегул женщин и мужчин дед Леша говорит мне нельзя женщин брич а это моя основная профессия по жизни ну все, да как ей быть? Игнатий, ну она другой профессии нету а здесь село и вряд ли она другую работу сможет себе найти понимаешь? вопрос-то в чем состоит? а у него на руках в больной мать на руках у него нет, подождите он говорит, что запрещено три женщин он правильно говорит правильно говорит мне что теперь? как не встречать? вы сами решите для спасения это вам вредно а остальное если вы хотите в этой жизни хорошо жить значит, стрелите по-прежнему к церкви это не относится поэтому к вере никаким образом ваш вопрос не относится и поэтому отвечать нечего вам сказал Алексей больше ничего не надо ну понятно все еще Игнатий мы сейчас коротенько и быстренько чтобы ты освободился в воскресенье дни что можно делать? у нас с Валерой спор на этот случай произошел я говорю да ничего нельзя ты сиди словом божем занимайся у нас есть кого посетить больных там туда-сюда в Житогору мы ездим за 50 километров вот эти дела у нас есть сегодня вот только ездили а потом вот эти женщины которые со мной занимаются батюшки как вначале жалуются что я выхожу на связь с тобой они прочитали о тебе какую-то нехорошую рекомендацию меня считают как засектанта что я выхожу в интернет и с тобой общаюсь и как бы батюшку уговаривали чтобы я не стал вести занятия но там двое таких только остальные ходят и ходят с удовольствием и занимаются вот такие дела что я должен отвечать а ничего здесь отвечать я просто тебе говорю какая у меня ситуация ты библию считаешь библию считаешь ну конечно читаю там написано апостолы пришли а на них говорят эти всесветные возмутители а о Христе говорили как этот обманщик говорил то-то и то-то ну если говорить на слова ссылаться то и Христа не надо слушать и апостолов не надо вопрос в тебе заключается ты услышал плохо и что от этого сегодня все сто процентов все я этого держу сто процентов понимаешь все правильно я и продолжаю там же ну сегодня знаешь это Игнатия за счет всего того что вот Житогоря там было какие изменения в церкви сейчас блаженном Феотилат истинному православию у батюшки есть сейчас дьякон во время службы когда это вонмем это ну там это евангельские чтения он выходит к народу с книгой зачитывает на русском языке ты посмотри у нас вот благодаря вот это этим книгам про истинному православию все и батюшка к ним серьезно относится вот этот вот Максим батюшка у нас он благочинный протеерей стал выходить с народу не просто там волкарей что-то все это бубнить что ничего непонятно а выходит к народу и зачитывает евангелие проповеди говорит все считает что очень важно духовное рождение все это преподносит людям ну вот такие вот у нас изменения и большие изменения и ну что хотя бы то что ведут занятия по блаженному Феотилату это большие изменения вот эти воскресные дни Валера спрашивает а я не слышал ты внимательно Валера спрашивает сегодня все изменится батюшка будет против дьяхон против тебя они тебя выгонят из церкви ты приготовься в жизни все бывает и поэтому ты приготовься к самому худому написано и все желающие быть благочестиво будут гонимы если ты благочестиво живешь по слову Божьей у тебя обязательно будут враги которые будут тебя поносить гнать злословить это твоя награда Бог проверяет тебя на прочность и ты приготовься к этому я к этому уже готов я примерно так же точно иду да вы устраиваетесь и в этом сердце да бывает и так вот это самое вот воскресный и Валера спрашивает сосед приходит просит ну помоги мне то сделать или там одинокая женщина там старушка Валера у меня свет погас ты помоги сделать он не может отказать ну как в воскресные дни поступать в этом случае Игнать ну надо смотреть разумно у него погас свет он сидит без света от него идет отопление и прочее ясно что помочь надо крыша у тебя вот все крыша ветром сорвала идет дождь ну я буду ждать понедельник что ли не делайте написано обычная работа обычная ну надо посмотреть бывает у бабушки крайне необходимо сегодня выкопать в огороде почему больше никого нет у тебя нет свободного времени поэтому перекрестись и начинай скорее помоги воскресный день но это не делай всегда это бывает очень редко ты выбери время в другие дни сделай но бывает именно на воскресенье поэтому надо тут быть очень внимательным для себя ничего не делать для других не делать пока ты не поймешь что это важная работа необходимая и в другое время ее не сделать вот я примерно так сказал что думаю если там может разогревать надо свиньям можно скотом я говорю а скот он в любые дни хоть пост хоть в этой воскресной дне его кормить надо и поить надо это здесь понятно вот я буду чтобы это не вошло во все во все воскресные позволения что если так позволено я в следующий раз пойду то-то начну делать чтобы не сорвался и не начал вот в воскресные дни работать вот что вот смотри Игнатий если в дорогу допустим мы едем мы опять с Валерой поспорили здесь брать пищу с собой лучше или можно заходить в кафе всякие вот он говорит ничего особенного в кафе я говорю ты зайди в кафе какой там контингент сидит там и макерки все на третье что ты дву днем они сидели такие были пьяные там сидели эти ребята дядь Леш что ты уже преувеличиваешь что здесь такого я говорю возьмем давай пирожков в машине поедим ну зачем с ними вот это общение вот это рядом и слушать а вот эти вот он говорит да что здесь я говорю знаешь пошли тебе Господь покажет что это не так ну так у меня вырвалось зашли и точно там солдаты пьяные сидят и такие матери и все так как я сказал я убедился теперь все набрали пирожков разогрели пошли в машину поели пирожки с картошкой пост сейчас в постные дни вот так было ну ты прав и вот как ему это объяснить ну все с собой я говорю в дорогу лучше с собой взять еду допустим вот с собой в дороге еду брать а там прокиснет начинали причину вот она прокиснуть может ну набери консервы там в боку хлеба вот это зачем это в общественные места потому что там везде мир не любите мир и то что в мире ну везде мир везде вот это покачано на кругом особенно в таких вот в общественных местах питания кафешках ресторанах там кроме разврата там ничего нет а в машине в лесополосу заехал там поел летом едем вот тогда вот у меня с ним разговор ты знаешь что мы проехали от Владивостока до Лиссабона 150 тысяч километров и ни разу ни в один ресторан не заходили это уже снег выпадал даже ездили дошли мы в лесополосе делаем печку себе в земле решетка все сами готовим у нас картошка с собой сухари рыбу иногда только купим заедем больше ничего не берем с собой сухари и через месяц вернемся и с собой еще собака и нас трое едем с огромным грузом все время в лесополосах где-то скрываем машину ветками закрываем и нигде у нас не было ни одного несчастного случая не считая поломки в Швеции все вот точно так я ему все и говорю не надо вот давай вот так будем ну вот раздражается он немножко недоволен что я так слишком категорично вроде что ну я говорю как ты хочешь исполнить если хочешь исполнять с миром никаких не любите мир то что в мире если по необходимости там на работе тебе так и так с ней едь шац и то там вместе не участвовать если толпа сидит курит где-то лучше ее в сторону обойти а таки самому это все душа не принимают самому неприятно все это потом дальше поездка правильно все абсолютно все все дальше поездки по святым местам получаем ли мы какую-то духовную пользу от этих поездок что вот надо в монастыре помолиться я думаю вообще никакой и люди об этом люди сидят я и говорю это бесполезно ничего ты там не получишь вот то что мы воскресенье занимаем тысячу раз ты больше здесь получишь узнавая вот писание чем там ты простоишь и зряшные деньги скатаешь по этим автобусам и все такое ну там такая благодать у нас просто батюшки нет там идет современная благодать у нас вообще это нет ничего там нет сказать что ничего нет нельзя но если выбирать что ты отвечаешь абсолютно правильно здесь правильно ты в это время дома будешь деньги не потратишь и сделаешь намного больше позанимаешься словом божьим мы никогда где ездили нигде не ну заехали какой-то там один храм и прочее дорога все время считали слово божие библия с нами молились мы не меньше 7 раз в день и в день мы проезжали тысячу 30 километров каждую каждый день мы в 10 отбоя в 2 часа ночи подъем представьте какой у нас режим был и мы никуда не ездили не искали потому что не место освещает человека а человек место вот так же я ему и сказал что не место освещает человека а человек место дело в том та благодать которую она там получает она у нас церкви эту благодать у нас тоже почти рукоположенная тоже вот я не отрезаю я не говорю что там нет вообще никакого там есть причастность там есть исповедь там все это есть там это конечно благодать это благодать оттуда пока там батюшки рог положили все там есть но это здесь она не выезжает из дома может это получить зачем катать эти деньги туда нет ну делаешь не деньга но ездить там можно получается ну получается ездить можно опять у тебя спрашивает вы понимаете вы ставьте вопрос что полезно для души яна златоуст спрашивает спрашивает что лучше строить храмы помогать украшать или помочь бедному он говорит делайте то что на страшном суде спросится про храмы про монастыри бог не спросит а спросит помог ли бедному навестил накормил и прочее вот это делайте люди ездят тысячи километров ко мне приезжают из Греции сюда мы уже все заплатили поезжайте в Иерусалим я никуда не поеду я поехал только в Америку когда сказали что я могу там перед народом выступать по всей Америке теперь я поехал и жил там при монастыре мне очень понравилось в монастыре там порано встают ночью молятся мне нигде не понравилось а там понравилось в монастыре почему там люди там типография работает я получил что хотел там иконное у них производство надо же не просто я пришел лбом ткнулся а там беседы встречи моления я приехал не на один день из России они все создали для меня тут все по другому а просто так с толпой пройти поклониться и ехать к другому монастырю вы только себя растеряете Тихону Задонскому одна его Салтыкова кажется помещица пишет владыка благословите меня поехать оттуда-то он говорит ты голубушка была уже хватит ты себя порастеряла всю сиди дома спокойно это Тихон Задонский отвечает вот таким путешественникам это бустульманский хадж то в Мекку то в Медину тоже весь мир ездит а зачем ехать я где родился там и пригодился Игнатий ну все же вот Мария с Иосифом они вот я еще хочу сказать и с Иисусом с подростком Иисусом ходили все же на поклонение куда-то вот как в святое место ходили же они тоже вот это вот ну ходили у них был указ прямой указ от Бога трижды в год они дожили приходить вот к этим местам это одно единственное место а у нас повеления на это нет нет повеления никакого чтобы ходить по монастырям ездить это привыкли люди шататься называется шатохи беспривязные собаки шатохи все я вот это так по-моему сейчас назвали ну все я все это говорю я все это чувствую и знаю он работает у него видно что у него продвижение вперед есть такие советы дает и все правильно все до одного дал правильные ответы это очень редкий случай для православных это видать наша школа ну конечно это Игнатий это только твоя да одни разговоры они все поведут едут никак не доедут одни разговоры только за тебя любая встреча любая с кем разговоры все время за тебя все время вот что от тебя сколько я получил мне хватило на всю жизнь несмотря на все мои выпадения мне хватило до сих пор во мне оно во мне как зациклено не выходит из меня зациклено это все хорошо зазомбировал я тебя зазомбировал я я бы еще раз так зондировал я хорошо это это такой зомби такое ведет спасение 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 но не лишнее да 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 я это помню а я любил собак помнишь как моя собака у тебя была немножко я к тебе подошел знакомиться я говорю а мне вот о блоге было узнать мне очень интересно хотя про тебя сказали вот Баптист он про богов знает я к тебе и подошел он говорит Баптист я что-то посмотрел Баптист вроде с бородой не ходит так посмотрел и подошел к тебе начал обоги ты меня домой завел и мы часа три с тобой вот там разговаривали Надя была и это очень для меня это очень как наяву все я помню хорошо да вот и если бы не ты Игнатий я бы давно меня бы не было это твое вот то что учение ко мне до того влипло я все время грешу так я боюсь и потом мне страх опять к Богу я возвращаюсь я не могу без этого и все она сидит во мне и все я не могу без этого никак и все время я вот этим все и тебя если не ты благодаря тебе только вот я такое что во мне все спасите Христос за все что я от тебя получил и имею Алеша ты помнишь палати мои на которых ты лежал я еще как помню а что за палати а палати у него такие он мне один раз домой не отпускает ты сегодня не пойдешь домой оставайся ночевать я говорю ну как не пойду у меня там дети что это я не пойду да не ходи ты сегодня домой завтра я говорю еще светло на улице Игнатий пошел мне два шпанюка встретили бандиты раздели меня два трусов всего обыскивали все ну только лицо не набили я пришел как молиться давай к нему утром прихожу ну что натерпелся все знал заранее понимаешь сейчас говорит что это да мне ничего не является я ничего у меня никаких пророчеств нет а я помню как ты Ловину пророчил как ты это все скрываешь и стесняешься рассказать все Ловину когда ты напророчил ну в точности все сбылось помнишь атеисты этого конечно Ловин ну вот как ты к нему с пирожками в больницу пришел помнишь ну вот все это хорошо помню оно мне на всю жизнь и самые лучшие минуты в моей жизни я это считаю ну были ну так Володя там поклон сзади стоит даже не посмотрит Володя да Володя поклон тебе большое от Валеры тебе большой бог ты не против что у нас слушай у нас все записывается в интернет выставляется ты не против нет нисколько я даже хочу чтобы ты выставил да это лучше чтобы люди больше обращались дай бог давай договоримся ты на воскресенье кто пожелает люди вот вместе с сестрой договоритесь они придут со своими вопросами хорошо если ты позволишь в какое время в это же время выставили чтобы тебе установили хороший глазок тебя очень плохо видно меня вот сейчас подожди я сяду вот так хорошо видно ну все равно расплывщито такое как будто бы какая-то компьютерная верстка нехорошая видишь все расплывается кубик не поймешь где уши где глаза а тебе меня хорошо видно я тебя отлично вижу хорошо хорошо видно да вижу как ты когда улыбаешься когда говоришь когда что он постоянно улыбается Володю видел хорошо от Валера ему большой поклон а вот с Никитой это Никита с Украины но он снимает Никита но он с Украины я слышал о нем тоже с Украины человек ты заходи на наш YouTube там будет стоять вот этот ролик YouTube а я все время там так я все время там нахожусь так скажи что вы помолились о нас потому что на нас очень сильно нападение со всех сторон чтобы Господь помог нам с честью все это выдержать с благодарением будем молиться мы должны молиться друг за друг мы вас все время помним Валентине поклон передавай так Нина тебе поклон мы у Нины сегодня были болящие тоже у нее там очень плохо в плохом состоянии она у нее онкология тоже у Нины она тебе большой поклон мы у нее были сегодня ей передай поклон скажи пусть она на меня не обижается она думала что я там где-то отдельно буду я сказал Валя тебе все скажет я был очень занят и сколько надо я переговорил у меня нет времени минуты свободной я понимаю я скажу мы вот только от нее приездили недавно ездили все вопросов больше нету все пока нету храни вас господи Игнати к следующему воскресенью в какое время скажи ну вот в это время приходи вот в это время как сегодня зашел час назад час назад отмотай вот приходи на день сейчас пораньше все с Богом все с Богом скажу Игнати аллилуйя давай вот брат ты мой какие у нас дела ну все